Мне нравится его, во-первых, характер, его мышление, так скажем. Он мыслит не совсем стандартно, и он знает, чего он хочет вообще от жизни. Ты понимаешь, просто вот сколько здесь находится, мы так и не поняли, что это за человек. Он какой-то тихенький. Я его зажгу. Да? Мы чего теперь увидим? Нового Эдуарда? Ну что, конечно. Я надеюсь, что да. Я не полносея. Вик, скажи, пожалуйста, когда ты планируешь подать заявку на развод, и почему ты до сих пор еще не сделала это? Объясню. Не совсем все просто. Я живу в другом городе, я переехала. Мое свидетельство о браке находится у родителей. То есть мне нужно поехать к родителям. Я хочу это сделать, но у меня просто не было времени и возможности. Окей, хорошо. Василий. Вот у тебя, как у мужчины, исходя от того, что вот она еще замужем потом с тобой, никак в голове вообще не скрутилось, что вообще таких девушек надо обходить в сторону, что с тобой может быть то же самое? Я просто решил попробовать, но типа, как бы, не разполагался человек, я с ним начал общаться, а потом начали проводить время, и я даже, ну, не задумывался о том, что она там, у нее там есть печать, штамп в паспорте, и мне на это было все равно, это одним днем можно как бы все искоренить. А может быть все просто? Ты понял, что ты здесь мало кому интересен, девочки на тебя наши не смотрят. И ты понял, что надо написать Вике и пригласить ее сюда, чтобы хоть как-то выжить? Да. Нет, этого не делала. Ты используешь ее для того, чтобы задержаться на нашем проекте? Нет, я с ней общался еще, как бы, когда даже, там, общался, еще у меня было общение с Захаровой, я также общался с ней, как бы. Ты ушел от нее, сверкает, и опьядывает. Я это фланировал, я этого хотел, и как бы она не была прям тому сильно против. Я думаю, в данной истории очень много подводных камней, о которых мы узнаем чуть попозже, потому что подозрительно все вышесказано, но есть вопрос. Расскажи, пожалуйста, нашим телезрительницам, как нужно все риски перенастроиться, чтобы расстаться с мужем 21-го, а через 5 дней начать общаться с новым мужиком. Вот, жена, ты интересуешься. Это не произошло так, что мы решили расстаться, и тут же я такая с другим. Нет, я была к этому готова, и я знала, что мы расстанемся. Это был вопрос времени. У нас была похожая ситуация полтора года назад. Но тогда я недолюбила, мы помирились, мы снова начали жить вместе. И потом я все это время, все эти полтора года, я знала, что мы ненадолго, что мы скоро разойдемся, что наши отношения угостаются. А зачем чертела все это время, если знала заранее, что это ненадолго? Нам обоим, наверное, было удобно с друг другом. В плане поддержки, в плане того, что я отучилась за этого человека, он получил диплом. Он помог мне в моей сфере, то есть раскрутить мою онлайн-школу и так далее. То есть взаимогадаться. Хорошо, Даниэль. Все мы знаем, что Эдуард у нас начинающий режиссер-постановщик, оператор, снимает интересные фильмы. Да, ну, об этом никто не знал. Открыть себя. Он, нет, много, он просто показывал мою девочку, у нас за свои фильмы эротического характера. А-а-а. И как ты к этому относишься? Сильные видео? Да. Не готова ли стать новой актрисой, возможно, этих фильмов? Скажем так, это уже было. У меня есть в телефоне такое видео. Я показывал мою все новое видео. Ну, да, я что? Магинштаб, есть вопрос к этим ребятам? Я не знаю, от чего все напали, я всегда за позитивчик. Вот ребята сидят, улыбаются, у меня к ним один вопрос к двоим. Вот вы сегодня, я так понимаю, между вами уже волшебством было. Вот вы сегодня готовы заехать в комнату? Есть свобода? Да. У-у-у. А у нас есть свобода? Сразу заехать. Да. Мы тогда будем идти дальше и познакомиться с другими девчонками. Голубая Шуха, как тебя зовут? Сколько лет, что пришла? Всем привет еще раз. Меня зовут Абдрилла Ковальмира, мне 27 лет. Так сложилось, что к 27 годам я не смогла обрести свое счастье и были какие-то попытки, но тем не менее все не обмечались крахом. Извини, перерыву. 7 лет назад ты стала мисс Россия. Да. Серьезно? Ты сейчас нас не обманываешь? Нет, даже я участница, как мы с вами. Мисс Интернешнол какая. Мисс Мир, Мисс Вселенная, все это было в жизни. Участница там Мисс Мир, Мисс Вселенная, титул у тебя Мисс Россия. У тебя проблема найти мужика? Как бы это парадоксально не звучало. Посмотри, у меня тоже проблема. Молочи, ты не Мисс Мир. Я Мисс Олимпус. Ставец, летел копейка.